Рыболовство на территории Шардаринского водохранилища для многих жителей 350-тысячного населения Махтаральского района является одним из основных источников дохода. Ловить рыбу здесь стараются при любом удобном случае, даже в период нереста. Поэтому патрулировать водоем сотрудникам рыбнадзора приходится регулярно. В этот рейд природоохранники вышли на двухмоторных лодках. Нарушение запрета на вылов рыбы в этих местах не редкость. Выявляют браконьеров здесь с регулярной чистотой. На отлов рыбы пока стоит запрет. Тем не менее, с начала года мы уже выявили около 100 нарушений. На нарушителей было наложено штрафов на сумму 1 миллион 300 тысяч тенге. В 2017 году у нас было зарегистрировано более 300 нарушений, но это за весь год. В этом же году пока прошло 5 месяцев. Поэтому, думаю, нарушения еще будут выявляться. Сейчас лов рыбы о строго электроудочками, взрывчатками и сетями из моноволокон срого запрещен. Именно эти рыболовные средства чаще всего и фигурируют в административных протоколах. Последний из них был зарегистрирован в конце апреля. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий НЕРЕС 27 апреля 2018 года на территории Шардаринского водохранилища полицейские задержали молодого человека, промышлявшего незаконной рыбной ловлей с помощью электроудочки. У подозреваемого изъяли две резиновые лодки, насос, электроприборы и выловленную рыбу. Данный факт зарегистрировали в Сарагашском РУВД по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов других водных животных или растений». Впрочем, штрафы за нарушение природоохранного законодательства не настолько внушительны, чтобы отбить у браконьеров желание вновь выйти в водоем. Несмотря на то, что Кодекс предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, чаще всего нарушители отделаются небольшим штрафом в размере пятимесячных расчетных показателей. Оптимизм вновь взяться на незаконный промысел внушает и техническое превосходство перед природоохранными инспекторами. «Сейчас нам нужны новые лодки. Старые пришли в негодность и списаны. Только нашему отделу необходимо пять или шесть лодок. Нам придется следить за соблюдением правил ловли на территории Шардаринского и Коксарайского водохранилищ, а также на реке Сырдарья. Пока же мы патрулируем вместе с инспекторами других ведомств. Также пользуемся суднами местного населения и числа добровольцев». Чтобы поставить борьбу с браконьерством на более высокий уровень, говорят природоохранные инспекторы, нужно, помимо всего прочего, ужесточить и уголовную ответственность за незаконный лов. Только в этом случае можно рассчитывать, что на столах жителей области будет рыба, выловленная не в ущерб южноказахстанской фауне. Даня Архудайбергенов, Мирбек Толибаев, Камила Сайфулина. Информационная служба телекомпании «Отрар».